Каким бы был кроссовер, если бы его создавал чемпион мира? Четыре титула в категории автоспорта. Карьера Infinity FX похожа чем-то на путь Фетеля. И он тоже ворвался на рынок и сделал это даже раньше официального дебюта в России. Помните, как мы сворачивали головы, когда мимо проезжал мускулистый призимистый силуэт? Этакий шоу-кар, сбежавший с выставки. И это именно про этот автомобиль. Как и Фетелю, этому автомобилю не нужно было навязываться и пробивать себе путь. Исключительность видна сразу. Этот автомобиль, как и Фетеля, сразу же заметили и полюбили миллионы людей. Долой крашеный полипропилен и ABS-пластик. Потому что машина чемпиона должна быть карбоновой. И действительно, на порогах и бамперах видна невероятно возбуждающая текстура углеволоконного плетения. Infinity FX Vatel Edition не для тех, кто гонится за количеством. Карбон материал благородный. Любой специалист вам скажет, что данный материал это самый прочный и легкий. И используется даже в изготовлении авто и в авиапроме. Им отделан не только салон, но и решетка радиатора, а также задний диффузор с формульным фонарем и зеркала. Обратите внимание, насколько изощренной получилась форма переднего бампера и порогов. Специалисты Red Bull Racing спроектировали их по своим лекалам. Отсюда эта сложная трехмерная текущая слиния, которую можно разглядывать и гладить часами, словно старинную скрипту. О колесные диске. Любой поклонник Формулы 1 улыбнется, словно увидел старого знакомого. Ведь данные диски BBC сконструированы полностью с гоночного болида. И фирменной фишкой Infinity стал 21-й дюймовый размер. Этот автомобиль – квинтэссенция спортивного кроссовера. Он прекрасен в своей завершенности. Потому что каждая мелочь – от дизайна до работы каждой пружины, заслонки, сервопривода – создана под вкусы одного из самых лучших пилотов всех времен – Себастиана Фетеля. Себастьян Фетель – вундеркин среди чемпионов мира, а Infinity FX – Ветель Эдишн – это суперкар среди кроссоверов. И он такой один. Это не лучший его круг, это лучший его выбор. Стань обладателем и прикоснись к истории. Субтитры создавал DimaTorzok